Девушки отдыхают Противоречия, которые содержатся даже в той информации, которую мы имеем, а информации мы имеем очень малая, она очень отрывочная и недостоверная зачастую, так много этих противоречий, что складывается и картина противоречивая. То есть, если рассуждать с точки зрения поведенческой, то три многоопытных офицера, двое из которых перешагнули 50-летний рубеж, не могли не знать о последствиях, которые ждут подобного деяния, не могли не знать родственных связей этой барышни. С другой стороны, никто не отменял безумное пьянство до состояния полного оскотинивания, до которого время от времени люди доходят. Очень много противоречий. И потом, до сих пор неизвестны результаты экспертизы, есть только какие-то противоречащие друг другу сливы информации о наличии, отсутствии побоев, о причастности, скажем так, технической причастности к этому изнасилованию двух или трех человек и так далее, и так далее. Появление уже в информационном поле прошлой недели или этой недели подруги, которая тоже якобы там присутствовала, последняя версия, что их было уже две подруги и третья осталась. В общем, все это накладывается одно на другое, но самое, что меня насторожило больше всего, это информация вчерашнего дня, когда было сказано, что якобы, опять же, я подчеркиваю, что все это у нас очень вторично, если не более того, якобы потерпевшая не помнит, что с ней произошло в процессе вот этого праздника. Соответственно, если это так, то надо ставить под сомнение вообще само по себе заявление о происшествии, потому что как человек может заявлять уверенно о изнасиловании, при том, что он не помнит, что с ним было? Так ведь? Ну, в общем, я думаю, что и вчерашняя апелляция адвокатов, обвиняемых, и последующая информация, которая так или иначе будет появляться, они нам хоть сколько-нибудь прояснят эту ситуацию, потому что в этой истории масса неправдоподобных вещей, то есть как с одной стороны, так и с другой стороны и так далее, преподносилось, что это чудовищное преступление и абсолютное разложение, значит, органов внутренних дел. Если это не так, как преподносится первоначально, тогда кому это нужно было и с какой целью это все, значит, вот так вот фальсифицировалось, то есть важно и то, и другое. То есть я думаю, что нужно все-таки, так как это вышло, вот в такое публичное обсуждение, это должно быть все-таки доведено информацией, должна быть до общественности, потому что уже и обсуждение, и статус, и репутация Министерства внутренних дел, все это на кону, надо как бы, чтобы это как-то разрешилось. А почему никто не говорит о факте употребления алкоголя в полицейском участке? Это ведь тоже, наверное, неправильно? То есть об этом, в принципе, не говорят, как будто это нормально, хуже то, что при этом произошло. Факт употребления алкоголя упоминался с самого начала, и действительно его дальше не обсуждали, судя по всему, только потому, что это не обсуждается, что это действительно было так. И состояние, скорее всего, так как задержанные граждане эти были через примерно сутки после события, а сутки это срок недостаточный для выведения полностью крупных доз алкоголя, соответственно, наверняка это тоже было зафиксировано. Видимо, это не обсуждается, это факт. И да, действительно, употребление алкоголя в служебное время, в служебном помещении, значит, там, со служивцами и вообще и так далее, то есть я, насколько знаю, очень резко порицается и наказывается в органах внутренних дел, особенно, когда это касается руководства, которое, ну, как будто бы все-таки является примером для подчиненных, да, ну, вот не говорят, потому что, видимо, это уже вот настолько очевидно, что это да было.